приветствую вас уважаемые наши клиенты и подписчики в этом видео я хотел бы показать последовательность сборки настройки и установки комплекта nr 410 он приходит в такой упаковке такой прямоугольный ящичек сейчас мы его откроем посмотрим что внутри так внутри вот у нас идет антенна сама вместе с роутом здесь запаян по инжектор пиктейлы инструкция по эксплуатации будем прям по ней смотреть и в этой последовательности все собирать комплекты креплений питание так ну вот мы основную упаковку убрали перед тем как начинать сборку нам нужно подготовить сим-карту выбираем сим-карту которая предназначена для работы с модемами в данном случае у меня сим-карта мегафон нужно убедиться в том что на сим-карте снят запрос пин-кода иначе сим-карта определяться не будет так сим-карта у нас готова сейчас нам нужно разобрать корпус роутера и установить внутрь пиктейлы и сим-карту два у нас самореза были в комплекте и 2 установлены откручиваем снимаем пенопласт так вот мы разобрали роутер здесь антенные входы а1 а2 со стороны антенны здесь антенные входы со стороны роутера а1 а2 со стороны платы здесь выведена вайфа антенна вот она в виде наклейки работает внутри корпуса здесь выведен ethernet кабель через герметичный ввод то есть ответная часть ethernet разъема здесь под шайбой мы сюда будем подключать наш ethernet кабель что я хотел бы сказать по ethernet кабель в комплекте идет патч корт вот такой полтора метра он тестовый то есть он нужен для того чтобы роутер подключить к свечу или к другому роутеру для того чтобы его сконфигурировать и как то временно настроить для того чтобы вы установили антенну на мачту вам потребуется более длинный патч корт его можно обжать самостоятельно с помощью вот такого приспособления и вы купите отдельно разъемы отдельный кабель если вы будете обжимать кабель спас самостоятельно таким инструментом советую вам приобретать кабель который предназначен для уличной эксплуатации то есть как правило там цвета по моему такой и на морозе он не потрескается едем дальше сейчас мы будем ставить sim-карту для этого нужно держатель щелкнуть назад вот таким движением и открыть крышку устанавливаем сим-карту закрываем и щелчок вперед сим-карта стоит подключаем пиктейлы сначала в разъем а1 воспользуемся помощью карандаша чтобы нам нажимать четко сверху разъем довольно мелкий поэтому тут нужна небольшая сноровка ставим четко в центр приживаем сверху карандашом просто щелчок стоит а2 также ставим четко в центр это просто все щелчок пиктейл стоит так теперь нам нужно подключить пиктейлы к антенне и собрать ее полностью подключаем соответственно а2 на вход а21 на вход 1 так и закрываем крышку все переворачиваем теперь нам остается только завинтить винты все готово так теперь мы поставим кронштейн кронштейн мы установили вот так у нас будет сюда мачта заходить и вот этими двумя гайками она зажимается как хомутом далее нам нужно настроить веб-интерфейс сейчас мы подключим ethernet кабель и второй конец включим компьютер зайдем в веб-интерфейс чтобы нам подключиться нам нужно вернуть фиксирующую гайку надеваем ее сразу на разъем потом вытаскиваем вот это уплотнение резиновое также его одеваем сразу на разъем вытаскиваем точнее откручиваем фиксирующую гайку он нет это да и поплотнение важно вот там прям есть прям вот там прям ethernet разъем вставляем туда кабель об щелчок есть закручиваем термите зирующим горьком резиновую прокладочку и фиксирующую гайку все очень плотно и надежно для установки на объекте вы должны решить для себя на какую мачту вы будете устанавливать роутер либо это будет длинная мачта которая будет стоять рядом с домом или отдельно на оттяжках либо это будет стеновое крепление самый простой способ это конечно стеновое крепление именно этот вариант мы будем рассматривать в этом примере теперь для того чтобы роутер у нас заработал и подключился к компьютеру второй конец нужно подключить через инжектор по и то есть мы сюда вставляем вот этот разъем от роутера вот этот конец мы вставляем в компьютер и с этого конца мы подключаем блок питания если кто-то не до конца представил схему вот в инструкции есть подробно начерченная схема вот идет провод от роутера входит в инжектор один конец идет компьютеру один идет на источник и так мы сейчас подключились по веб-интерфейсу через ethernet к роутеру и будем делать первоначальные настройки чтобы нам на объекте подключаться только по вай фай не используя роутер то есть нам нужно активировать вай фай вот мы видим экран приветствия нужно нажать войти вот первым делом лучше установить пароль на веб-интерфейс мы введем обычный дежурный пароль админ подтверждение так сохраните применить готова пароль успешно изменен далее нам нужно зайти во вкладку сеть и активировать вай фай вот видно что у нас беспроводная сеть отключена я нажимаю кнопку редактировать вот и нужно поставить галочку включить сеть вот это имя беспроводной сети мы можем поставить любое другое своем выбрать систему шифрования и ключ сейчас у меня стоит пароль по умолчанию я не буду его менять вы можете поставить свой потом вот сам веб-интерфейс я подробно не буду рассматривать потому что подробный обзор веб-интерфейс у нас есть на канале где рассказывается про роутер 4g r веб-интерфейс там идентичен не знаю но можно посмотреть вот вкладку обзор основное здесь мы при настройке когда будем настраивать роутер на объекте прежде всего должны обратить внимание на параметры мобильной сети насколько у нас хорошо принимается сигнал вот он в процентах и в децибелах технология доступа lte оператор ростелеком lte band 3 вот сейчас у нас rsrp rsrq синер ну то есть все параметры представлены здесь показаны аренды dhcp кто подключен и вот при текущем положении антенны текущих показаниях по уровню сигнала от вышки ростелек вам давайте посмотрим на что она способна в городе антенна сейчас у меня лежит просто на столе мордой вниз она никуда не направлена на пол направлены давайте сделаем спид тест перед выездом на объект посмотрим что она даст городских условиях заходим на спид тест нажимаем гол вот это у нас идет прием вот такая отдача принципе мы пробовали мегафон мегафон вот большей скорости дает билайн примерно также но это у нас в городе то всех по-разному операторы ведут себя и так мы переместились на объект мы видим как мы установили антенну использовали обычный угловой кронштейн по условиям приема здесь у телефона твердая ешечка но нет ни 3g не 4g для того чтобы что-то поймать нужно подняться месте метров на 200 где-то в гору но мы когда проводили тесты вот этой высоты достаточно было чтобы получить нормальные скорости и уверенные лте потом мы взяли магазине патчкорд не обжимая его даже уже готовые отверстие в бревне позвонят позволяла просунуть его вместе с разъемом внутрь один конец завели в по инжектор в розетку второй конец подключили к антенне то есть здесь на объекте внутренний роутер не нужен достаточно вай фай из антенны она полностью покрывает дом дом здесь порядка 80 70 квадратов вот и хватает на ближе близ лежащую территорию сейчас я в фоне покажу какие у нас получились тесты по скорости прямо возле антенны и мы потом померяем какая скорость по территории участка и по качеству сигнала вай фай антенна у нас направленная поэтому после того как вы ее установили по уровню сигналы и нужно настроить на базовую станцию направления то есть вы ее потихоньку поворачиваете смотрите если это через вай фай прям с телефона в веб-интерфейс можно зайти и наблюдать за уровнем сигнала постепенно поворачивая сейчас мы в самом дальнем углу участка участок здесь порядка двадцати соток мы видим на углу дома у нас установлена антенна видимость практически прямая поэтому сигнал вай фай у нас полная шкала также четыре деления весь участок полностью покрывается внизу вы видите результаты спид теста то есть результаты практически практически не поменялись вот сейчас попробуем отойти чуть подальше и померить максимальное расстояние на какое вообще может вай фай работать сейчас мы вышли за границы участка это наверное порядка 100 метров от дома сигнал вай фай здесь принимается от наделения результаты спид теста вы видите внизу экрана ну наверно это максимум на что способна антенна по дальности в других точках я не замерял это вот ну ну как бы с угла меряем что хотелось бы сказать заключение антенна достаточно простая в установке она хорошо принимает 3g 4g сигнал у нее мощный вай фай она может покрыть всю площадь вашего участка и дом ее можно использовать в комплексе с системами видеонаблюдения и умного дома вот из достойных системного умного дома я знаю так сяоми или аякс например украинские наши коллеги делают а если вы воспользуетесь сервисом бирея мы с ними совместно сделали настройку системы вы можете получить белый айпи для всего этого дополнительного оборудования чтобы работать с ним напрямую на этом пожалуй все спасибо за внимание и до до новых встреч на нашем канале